Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите... Бразильское джиу-джитсу. На Рязани посетил известный мастер Александр Фария. Первенство России по кикбоксингу. Рязанские спортсмены в ранге командных чемпионов вернулись домой с богатым медальным уловом. Готов к труду и обороне. Советский физкультурный комплекс возрожден, а в Рязани прошло первенство России по палеотлону. А теперь обо всем по порядку. Недавно Федеральное министерство спорта прислало в наш регион утвержденный перечень базовых видов спорта. В рязанском перечне базовых видов спорта отныне бокс, гребли на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, борьба, стрельба из лука, плавание, лыжные гонки, теннис, художественная гимнастика, а также спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В этот раз виды спорта подразделяются на те, в которых мы имеем высокие результаты, на имеющие давние традиции в Рязани, массовые и даже авансовые, которым назван теннис. Теперь эти виды получат федеральную поддержку, а от спортсменов, тренеров и функционеров Москва потребует одного – результата. А в нем многие атлеты полностью уверены. Наверное, поэтому на брифинге представители, например, гребли, дзюдо и спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата уверенно заявили, что вполне рассчитывают на рязанское представительство на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх. Начиная со следующей программы, мы постараемся подробно рассказать о каждой из вновь утвержденных базовых Олимпийских дисциплин, которые культивируются у нас в городе. Ну а пока к другим спортивным событиям. Что такое джиу-джитсу? Это как складывать одежду, только не вынимая из нее человека. А если без шуток, то на выходных Рязань посетил обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Александр Фария. Обычно упавший после удара человек считается побежденным, а в джиу-джитсу с этого все только начинается. Минувшие выходные в тонкостях этого нелегкого, но увлекательного и зрелищного вида единоборств разбиралась наша съемочная группа, а главным героем дня стал один из лучших черных поясов по бразильскому джиу-джитсу панамериканский чемпион, прекрасный тренер и самый настоящий бразилец Александр Деда Фария. В рамках семинара, который проходил в спорткомплексе «Олимпийц», Александр делился опытом с рязанскими спортсменами, рассказывал, показывал. А собравшиеся мы постигали все премудрости бразильского джиу-джитсу от души, боролись, пробовали новые техники и, конечно же, все получили массу положительных эмоций. Сегодня нас посетил очень интересный человек, это обладатель черного пояса бразильского джиу-джитсу Александр Деда Фария. Он представляет бюджи в России, в частности, команду «Луду Стим». И есть, кстати, знаменитая команда «Альянс», он тоже является представителем. Он проведет у нас семинар и примет нас в ряды этой команды. У нас будет название «Луду Стим Рязань». Ну и вот сейчас семинар этот проходит. С таким мастером вообще заниматься – это огромное удовольствие, конечно. Мы ловим каждое слово, каждую технику, и мы счастливы, что он к нам приехал. Бразильское джиу-джитсу, греплинг, ММА – это единоборство, которое практикует и развивает команда «Луду Стим». Александр Деда Фария – человек известный, приехав в Россию полтора года назад и всей душой полюбив нашу страну, он стал главным тренером «Луду Стим», собравшую под своим крылом множество спортсменов из самых разных клубов и громко заявившую о себе всего через несколько недель после появления первыми и призовыми местами на Кубке России по бразильскому джиу-джитсу. Немало чемпионов Александр пророчит и нашему городу. Ну, мы уже в многих городах, и в каждом городе, в которых мы идем, я вижу, что мы имеем много противоположников, с хорошим желанием бороться, очень-очень сильные, и что, как они учатся технику, это будет много времени, пока мы имеем много чемпионов. У нас уже 21 представительство клубов по всей России, и я думаю, что в любом случае это забота времени, то есть техники обучить несложно, и чемпионы в любом случае появятся. Среди собравшихся, кстати, уже немало чемпионов. Насколько знаю, вот по секрету сказать, что ты чемпионка Европы. Да, мы ездили в Португалию буквально месяц назад. А какие у тебя планы на будущее? Я хочу тренировать детей так же, как Деда Александр. Мне было бы очень приятно, если бы меня так ждали, слушали, как Деду, как нашего тренера тоже. И даже среди совсем юных участников победители различных соревнований. Как вас зовут? Лера. Василиса. А ты вот самый маленький, тут не обижают мальчишки? Нет. Тебе нравится? Да. А, скажи, пожалуйста, что нужно, чтобы побеждать и достигнуть каких-нибудь высот в джиу-джитсу? Ну, нужно хорошо тренироваться, не пропускать тренировки и, ну не знаю, набираться опыта. А сегодняшнее мероприятие тебе нравится? Очень. Считается, что бразильское джиу-джитсу – это одно из самых эффективных боевых искусств. Акцент в нем направлен не на грубую силу, а на технику, на работу с болевыми и удушающими приемами. Этот вид борьбы показал наибольшую эффективность в боях без правил, где доминируют в основном бойцы бразильского джиу-джитсу. Несмотря на это, Александр уверяет, что это абсолютно нежестокий вид борьбы. Да, и с УФС, и с ММА… Ты имеешь в виду крюльтой? О, крюльтой. В самом деле, это не так. В почти 20 лет я умерю 2-3 серии болезней. И если я практичал в соцсокке, футболе, то, например, в 20 лет я уже превратился. Ну, вообще-то, если смотреть на джиу-джитсу, то это не такой уж жестокий вид спорта. Это вообще не жестокий. За 20 лет практики деда и бразильским джиу-джитсу он все получил травмы 2-3 раза. Если бы он играл в футболе, либо в любой другой спорте, он мог бы уже давно закончить свою карьеру. А бразильским джиу-джитсу он ее только продолжает в свои 40 лет. The truth is that when the difference between джиу-джитсу is that you always can tap. So when you tap, it stops. So you can also control the limit. You can also go until what you can. В бразильском джиу-джитсу вы всегда можете постучать в сдачу, и как бы никакого вреда вашему здоровью это не произойдет. Вы только должны знать пределы, ваши пределы. Кстати, по статистике 9 из 10 драк на улице так или иначе заканчиваются на земле, то есть в портере. И там побеждает тот, кто обладает именно навыками борьбы. Так что осваивайте джиу-джитсу. И еще о последних веяниях в российском спорте. Недавно президент Владимир Путин подписал указ о возрождении в стране комплекса ГТО «Готов к труду и обороне». Надо напомнить, что Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был основан 11 марта 1931 года как государственная система программно-оценочных нормативов и требований по физическому развитию и подготовленности различных возрастных групп населения. ГТО – вещь хорошая, а потому ее не раз пытались возродить уже в Новой России. Так начал активно практиковаться такой вид спорта, как полиатлон – физкультурно-спортивное многоборье. В Рязанском спортивном манеже «Юность» на первенство России по полиатлону в спортивной дисциплине «Летние четырехборья» приехали команды из более чем десятка областей. Спортсмены состязались в спринтерском беге, беге на выносливость, плавании и стрельбе. Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие выносливости и силы. Существует летний и зимний полиатлон. Стоит заметить, что популярный в странах СНГ полиатлон становится международным видом спорта. Полиатлон как вид спорта хорош тем, что в нем могут проявить себя спортсмены разного возраста – от 12 до 80 лет. Также он полезен и интересен не только, собственно, спортсменам, но и всем, кто ведет или старается вести активный образ жизни, а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких видах спорта одновременно. Действительно, полиатлон, сочетая в себе все эти виды, становится популярным из-за того, что развивает как спокойствие во время стрельбы, обладание собой, так и абсолютная выносливость – это кросс на 3000 метров. Способность концентрироваться к каждому виду и не несет в себе, знаете, таких вот профессиональных качеств, из-за которых там можно каждый день, ну, человек, не занимаясь спортом профессионально, может достигать максимальных результатов. Между прочим, полиатлон в Рязанской области имеет крепкие традиции и фактически является самым массовым и доступным видом спорта. История его возникновения и развития как отдельной спортивной дисциплины напрямую связана с советским прикладным комплексом «Готов к труду и обороне». Полиатлон, как вид спорта, был создан в 91-м году. Это когда завершил работу комплекс ГТО. И в Рязани, на конференции, именно в городе Рязани, полиатлон и имел место родиться. Вот, полиатлон – это многоборье, он состоит, есть зимнее троеборье, зимнее двоеборье, есть летнее четырехборье, троеборье, летнее пятиборье. Примечательно, что нынешнее первенство России по полиатлону проводилось буквально через пару дней, как президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении норм ГТО. Все тренеры единодушны во мнении, что возвращение этих нормативов поспособствует укреплению здоровья молодежи. Это почва как раз для службы в армии, для работы на таких работах, как на севере, на подводных лодках. И даже в космосе, я считаю, ГТО помогает. А это программа. Я, например, сама лично, и мы с командой это обсудили, мы одобряем сто и более процентов, что это правильно, наконец-то доходит до нас, что это нужно, это для нас нужно, для детей нужно, для молодежи нужно. В общем, полиатлон стал продолжателем дела, начатого советским военно-спортивным комплексом. Теперь ГТО возродилось, но полиатлон никто не отменял. На прошлой неделе завершилось первенство России по кикбоксингу. Рязанские спортсмены и раньше возвращались в родной город с воеванными высокими наградами. На этот же раз они и вовсе стали победителями первенства страны в командном зачете. Кикбоксинг относится к сравнительно молодым видам боевых искусств. Его зарождение произошло практически одновременно в разных концах света. В Японии, странах Западной Европы и в США примерно в конце 60-х годов XX века. Кикбоксинг представляет собой гармоничное сочетание восточных единоборств и классического английского бокса. Немного позже в кикбоксинг были добавлены элементы техники из тайского бокса и тэквондо. С тех пор кикбоксинг является единственным боевым искусством, которое наиболее эффективно объединило многовековой опыт и традиции Востока и Запада. Тем не менее, четко сказать, кто был основателем этого стиля достаточно сложно. Существует очень много мастеров боевых искусств, как европейских, так и американских, претендующих на эту роль. Некоторые относятся к созданию кикбоксинга к деятельности Брюса Ли, а другие приписывают эти заслуги многократному чемпиону мира по кикбоксингу Чаку Норрису. В России кикбоксинг стал развиваться в конце 80-х годов, когда была организована профильная федерация. До распада Союза успели провести пару чемпионатов страны. В 90-е годы у всего отечественного спорта, в том числе и кикбоксинга, начались проблемы с финансированием. Потому следующее поколение спортсменов, удачно выступающих на всероссийском и международном уровне, появилось лишь в середине 2000-х годов. Вписали свои имена в историю кикбоксинга такие спортсмены, как чемпион России среди профессионалов Ярослав Безрядин, интерконтинентальный чемпион среди профессионалов по версии W5 Максим Шальнев, ну и, конечно, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Токарев. Кстати, нынешняя молодая рязанская сборная регулярно привозит медали высокого достоинства с чемпионатов и всероссийских первенств. Молодежи, которые сейчас занимаются, есть на кого равняться. То есть у нас, опять же, ребята, сейчас новая волна спортсменов, в основном это юниоры, младшие юниоры, которые показывают высокие результаты. Вот, скажем, в этом году по итогам двух чемпионатов России, вот по лоу-кик и К1, это разделы такие самые жесткие, наши юниоры, младшие юниоры, у нас 9 человек сборной России. То есть мы вошли в эту обойму и будем представлять наш город, нашу область на первенстве мира времени, который будет проходить в сентябре 2014 года. Заниматься кикбоксингом, как говорят тренеры, можно уже с раннего возраста. В секции на золотых куполах осваивают технику и совсем еще юные спортсмены. Еще раз, прямой нога, право прямой, вы к боку, волки, ясно? Между прочим, по мнению специалистов и тренеров, регулярные занятия кикбоксингом помогают гармонично развить мускулатуру и функциональные возможности всего организма. Если мы говорим о тренировке кикбоксинга, то на тренировке, допустим, тренер по заданию может дать такое задание, в котором одни группы мышц работают, другие отдыхают. То есть мы можем варьировать работу различных групп мышц. Но если мы говорим о кикбоксинге, как о спарринге, допустим, либо о том, когда спортсмен ведет бой в ринге, то там у нас работают все мышцы, все тело, человек передвигается, работает руками, ногами, то есть ни одна мышца не отдыхает. Плюс еще хорошо развивает головной мозг, так как ты учишься моделировать ситуации, учишься работать в разных ситуациях, тебе нужно быстро, за короткий промежуток времени, допустим, смоделировать какой-либо момент, какую-либо ситуацию. Сейчас кикбоксинг признан Олимпийским комитетом как вид спорта. Однако, как говорят тренеры, он вряд ли когда-нибудь войдет в программу основных игр. Несмотря на это, кикбоксинг всегда будет оставаться зрелищным и популярным видом спорта. До сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными, и пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА